Космос — это по-настоящему загадочное и притягательное место, при этом полное серьезных опасностей. Экстремальные температуры, смертоносное излучение и агрессивная среда несут угрозу для любого живого существа, посмевшего выбраться за пределы родной планеты. Но даже на общем недружелюбном фоне можно выделить особо опасные и пугающие места. Так давайте же познакомимся с самыми жуткими из них. Ранее мы уже успели изучить некоторые ужасающие и смертельно опасные миры, которые были обнаружены на просторах Вселенной. Одни из них экстремально горячие, другие расположены возле мощнейших источников радиации, а иные отметились необычными условиями, царящими на поверхности. Однако наш список самых жутких планет еще не исчерпан, а значит, пришло время продолжить этот путь. Наша первая остановка находится в 202 световых годах от Земли возле оранжевого карлика Кей-2-Дефис-141. Его масса равна примерно 0,7 солнечной, а радиус составляет 68% от соответствующего параметра нашего светила. При этом температура поверхности звезды достигает 4600 Кельвинов, что примерно на 20% меньше, чем у Солнца. На расстоянии всего лишь 0,007 астрономической единицы от светила можно обнаружить достаточно необычную планету, получившую название Кей-2-Дефис-141b. Этот каменистый мир в 5 раз массивнее Земли, а его радиус в полтора раза превышает аналогичный показатель нашей планеты. Из этих данных можно сделать вывод, что гравитация на поверхности объекта как минимум вдвое превышает земную, а тяжёлое металлическое ядро составляет от 30 до 50% его массы. Небесное тело совершает полный оборот вокруг материнской звезды примерно за 6,5 часов. Причём из-за экстремальной близости к светилу оно находится в приливном захвате и постоянно обращено к нему одной стороной. Наблюдения показывают, что температура на освещенной части объекта достигает 3270 кельвинов или 3000 градусов Цельсия. Этого достаточно для того, чтобы не только расплавить большинство горных пород и металлов, но и обратить их в пар. Предполагается, что дневная сторона планеты может быть покрыта вечно кипящим лавовым океаном, а также иметь экзотическую атмосферу, состоящую из паров тяжёлых металлов и силикатов. В то же время теневая область небесного тела невероятно холодная. Согласно расчётам, температура больше её части в десятки раз ниже, чем на освещенной, и может приближаться к отрицательным значениям. Математическое моделирование показывает, что из-за такого перепада температур на планете постоянно дуют сильнейшие ветры, скорость которых достигает 1,75 км в секунду. Это примерно в 5 раз превышает скорость звука, а значит поверхность K2-DF141b постоянно сотрясает мощнейший оглушающий гул. Предполагается, что атмосферные потоки, попав на теневую сторону экзопланеты, конденсируются и выпадают пылающим дождём на её поверхность, образуя лавовые реки. Таким образом расплавленный металл возвращается в океан магмы, а затем вновь испаряется, образуя невероятный огненный круговорот. Однако весь этот адский цикл затрагивает лишь сравнительно небольшую область теневой части планеты. Это обусловлено тем, что испарение с нагретой стороны просто не доходит до основной части неосвещенной области, оседая в приграничной зоне. Поэтому центральный регион тёмной стороны планеты, скорее всего, представляет собой морозную пустыню, скованную пластами застывшего камня. Тем не менее, Кей-2 Дефис-141b – далеко не самая жаркая планета среди известных. Например, в 670 световых годах от Земли расположен объект под названием Кей-и-Л-Т Дефис-9b или Кельт-9b, поверхность которого раскалена до 4600 кельвинов, что составляет примерно 4330 градусов Цельсия. При этом внешние оболочки практически всех красных карликов заметно прохладнее, а значит, данная экзопланета может поспорить своей температурой со звёздами. Её материнское светило, известное как Кельт-Дефис-9, представляет собой бело-голубую звезду, масса которой превышает солнечную в 2,6 раза. При этом диаметр объекта составляет 2,3 от аналогичного параметра Солнца. Температура поверхности Кельт-Дефис-9 довольно высока и равна приблизительно 10 170 кельвинам или 9 900 градусам Цельсия. Именно этот факт во многом объясняет столь экстремальные условия, царящие на расположенной рядом планете. Кельт-Дефис-9b находится на расстоянии 35-тысячных астрономической единицы от материнского светила и делает полный оборот вокруг центра системы примерно за полтора дня. Экзопланета представляет собой горячий газовый гигант, масса которого превышает юпитерианскую в 2,8 раза, а радиус примерно вдвое. На основании современных представлений о строении данного типа планет можно предположить, что внутренняя часть атмосферы этого небесного тела ещё горячее. Согласно расчётам, её температура может достигать 11 тысяч кельвинов благодаря процессам ионизации тяжёлых металлов. Это значение настолько велико, что кроме привычных нам веществ, таких как водород или гелий, в газовой оболочке планеты можно также встретить пары железа и титана. Близость к материнской звезде и экстремально высокая температура приводят к тому, что планета постепенно теряет свою атмосферу. Мощнейший звёздный ветер постоянно сдувает её в космическое пространство, поэтому объект окружён облаком разряжённого газа. Впоследствии это вещество будет притянуто и поглощено светилом. Расчёты показывают, что экзопланета теряет до 68 масс Земли каждый миллиард лет. Теоретически, спустя продолжительное время, Кельт-Дефис-9b могла бы потерять всю свою атмосферу и трансформироваться в хтоническую планету. Однако её материнская звезда, скорее всего, достигнет завершающей стадии своего жизненного цикла задолго до этого момента, при этом поглотив и уничтожив все небесные тела поблизости. Предыдущие космические объекты являются свидетельством того, что звёзды могут не только согревать ближайшие к ним планеты, но и уничтожать их. Однако во Вселенной существуют небесные тела, которые испытали на себе гнев материнского светила, как никто другой. Одно из них расположено в 4570 световых годах от Земли, неподалёку от небольшой звезды под названием V-391 Пегаса. Это светило представляет собой белый карлик массой вдвое меньше солнечной и радиусом около 23% от соответствующего параметра нашей звезды. Температура данного астрономического объекта очень велика и составляет почти 30 тысяч кельвинов. Однако термоядерные реакции в его недрах давно прекратились. Теперь светило ждут сотни миллиардов лет медленного остывания и трансформации в чёрный карлик. Возле этой непримечательной звезды обращается планета с удивительной судьбой, которая носит название V-391 Пегаса-Би. Математическое моделирование показывает, что она не просто пережила сброс оболочек звезды-прародительницы, но и какое-то время двигалась практически внутри неё. Предполагается, что когда светило в центре системы трансформировалось в красный гигант, его внешние оболочки вплотную приблизились к орбите планеты и стали крайне разрежёнными. Их плотность оказалась в десятки раз меньше, чем у привычного нам атмосферного воздуха, а значит небесные тела, поглощённые умирающей звездой, некоторое время сохраняли целостность. Разумеется, они постепенно теряли скорость и опускались в более горячие плотные слои звезды. Однако светило сбросило внешние оболочки раньше, чем V-391 Пегаса-Би расплавилось и перестало существовать как единое целое. В настоящее время данная экзопланета, по всей вероятности, представляет собой газовый гигант в три раза массивнее Юпитера. Его орбита расположена примерно в 1,7 астрономической единице от материнской звезды, а для полного оборота вокруг центра системы объекту требуется около 1170 земных суток. До конца непонятно, как данному небесному телу удалось сохранить столь высокую массу после контакта с раскалёнными оболочками звезды. Предполагается, что их воздействие должно было полностью уничтожить атмосферу объекта. Однако нет никаких сомнений, что коллапс материнского светила существенно изменил как орбиту, так и параметры экзопланеты. Поэтому мы вряд ли когда-нибудь узнаем, что из себя представляла Ви-391 Пегаса Би до того, как погрузилась в море бушующей плазмы. Космические просторы скрывают множество астрономических объектов с самыми необычными свойствами. Некоторые из них практически невозможно заметить в обычный телескоп. Однако они могут быть обнаружены при исследовании космоса в радиодиапазоне. Примером подобных небесных тел являются пульсары – нейтронные звёзды, вращающиеся вокруг собственной оси с огромной частотой. Спектры подобных объектов отличаются очень быстрыми и ровными пульсациями. Поэтому, когда постороннее небесное тело проходит между источником излучения и земным наблюдателем, это сразу заметно. Именно так и была обнаружена наша следующая цель. Она находится на расстоянии около 4000 световых лет от Земли и расположена возле нейтронной звезды с труднопроизносимым названием, которое вы можете прочитать на экране. Диаметр пульсара составляет всего лишь 20 километров, а масса равна приблизительно 1,4 Солнечной. Объект вращается с невероятной скоростью, совершая около 10 тысяч оборотов в минуту и постоянно испуская мощные импульсы электромагнитного излучения. Эти волны смертоносной радиации постоянно облучают поверхность экзопланеты, делая её суровым и недружелюбным местом. Само небесное тело делает полный оборот вокруг центра системы всего лишь за два часа, а расстояние от него до пульсара меньше, чем радиус Солнца – всего лишь 600 тысяч километров, или четыретысячных астрономической единицы. В то же время поверхность планеты скована вечным космическим холодом, ведь её материнское светило практически не излучает тепловой энергии. Масса объекта составляет порядка 330 земных, а радиус примерно в четыре раза больше, чем у нашей планеты. Таким образом, гравитация на его поверхности примерно в 20 раз превышает земную. Расчёты показывают, что средняя плотность планеты составляет примерно 23 грамма на сантиметр кубический. Это больше, чем у большинства известных соединений. Предполагается, что объект состоит преимущественно из кристаллического углерода, находящегося под огромным давлением. Кроме того, его верхние слои содержат немного кислорода, которые, скорее всего, находятся в химической связи с углеродом. Очень маловероятно, что небесное тело, расположенное столь близко к светилу, могло пережить взрыв сверхновый. Скорее всего, данная экзопланета образовалась уже после того, как звезда-прародительница закончила свой путь, оставив после себя пульсар. Другая гипотеза гласит, что данный объект может быть остатками белого карлика, потерявшего большую часть своего вещества. В этом случае классификация подобного небесного тела становится весьма сложной задачей. Как бы то ни было, этот мир бесспорно является одним из самых опасных и недружелюбных среди тех, что скрываются в космической бездне. Чем дольше мы изучаем космос, тем больше узнаем о невероятном разнообразии астрономических объектов. Может быть, уже совсем скоро будут открыты новые миры, по сравнению с которыми эти смертоносные планеты покажутся тропическим раем. В любом случае, каждое обнаруженное небесное тело, будь то звезда, планета или даже маленький астероид, несет в себе шанс узнать что-то новое о бесконечных тайнах Вселенной. Поэтому, если вы хотите стать еще ближе к космосу и нашему каналу, то сейчас у вас появилась такая возможность. Ведь специально к этому выпуску мы подготовили наш первый набор NFT на площадке OpenSea. Он представляет собой три уникальные коллекционные карточки самых жутких экзопланет, существующих в единственном экземпляре. Кроме того, мы представляем коллекционную завершающую анимацию из наших старых роликов, которую, скорее всего, помнят только самые верные наши подписчики. Ссылки для просмотра и инструкцию по участию в приобретении коллекционных карточек вы можете увидеть в описании под выпуском. Космос — это будущее. И... услышемся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok